Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск дискуссионного клуба телевидения Казанского Федерального Университета. Я модератор заседания этого клуба, меня зовут Юрий Алаев. И я хочу сразу обозначить тему сегодняшней дискуссии, сегодняшнего заседания. Это проблема долголетия. Ну, это такая проблема, которой прямо, осознанно, неосознанно о ней думают люди, по-моему, многие века. Сколько человечества существует, столько об этом и думают. И решают ее по-разному. И еще одно вводное. Я хочу сразу предупредить, что тему, вот эту долголетие, да, проблему долголетия, предложил не я. Хотя, казалось бы, мне как раз самое время ее предлагать, да, в силу определенного возраста. Предложили тему молодые сотрудники редакции. И, на мой взгляд, это свидетельствует о том, что у специалистов в области здравоохранения, у ученых, медиков, открываются дополнительные перспективы. Клиент, что называется, созрел. Люди понимают, что такое ЗОЖ. И никому уже эту аббревиатуру расшифровывать не надо. Сторонников здорового образа жизни все больше. А теперь я представлю участников, экспертов, точнее, сегодняшнего дискуссионного клуба. Это главный врач университетской клиники «Казань» кандидат медицинских наук Альмир Рашидович Абашев. Это главный научный сотрудник отделения биологии, биотехнологии, институтов фундаментальной медицины и биологии КФУ. Профессор, доктор биологических наук Альберт Анатольевич Резванов. И это, назовитесь, пожалуйста, мы не успели познакомиться до включения, до эфира. Гульнас, мастер сыроедной кухни. Гульнас, мастер сыроедной кухни. То есть, один из типичных и одновременно ярких, я хочу сказать, представителей, приверженцев здорового образа жизни. О тематике я обращаюсь сейчас и к залу, и к экспертам. Понятно, что за час с небольшим, который у нас есть в эфире, мы всех аспектов этой тематики не охватим. Вглубь постараемся, конечно, погрузиться, но тоже, наверное, не до конца. Тема неисчерпаемая. Я предлагаю сосредоточиться на двух аспектах. Первый, это то, что я для себя называю, такой, ну, социально-биологический, что ли, аспект. То есть, поговорить немножко о том, как влияет на процессы продления жизни, уровня временного жизни, среда, в которой мы живем все, как влияют на это непосредственно биологические особенности, или генетические, если угодно, особенности каждого человека, каждого организма. И второе, да, и, кстати, жизненные установки, на что нацелены мы сами, да, психологически, наш мозг, наши жизненные установки. Что такое здоровый образ жизни? Я сравнительно недавно узнал, что даже вегетарианцы делятся на три категории, да. Есть какой-то там слабенький вегетарианец, который там при случае может индейку отщипнуть. Есть какой-то вегетарианец среднего, среднего уровня или средней весовой категории. И есть какой-то суровый веган, который даже мясистый помидор не будет есть, потому что он мясистый. Да, это так? И слишком красный, да, напоминает, что такое, кровь какую-то. А вы у нас мастер сыроедения. Сыроедения, да. Вообще, честно я вам скажу, впервые, вот я прожив некоторое количество лет, впервые услышал, что есть такой... Это профессия, мастер сыроедения, или вы просто мастерски едите? Нет, я мастерски готовлю. Вы мастерски готовите? И это составная часть здорового образа жизни, да? Да, я готовлю вообще блюда без термообработки, из орехов, овощей. Назовитесь полностью, фамилию, имя, чтобы вас знали, телефон мобильный не надо в эфире. После эфира. Меня зовут Гульнат Сандарова. Я где-то уже три года готовлю блюда. Аналоги обычных блюд из овощей, орехов, фруктов, вот без термообработки. Единственная термическая обработка, это... Ну, вот это как бы не термическая обработка, все равно все энзимы сохраняются. Это дегидрирование. То есть я, получается, сушу, вялю некоторые ингредиенты для своих блюд. Вот, и вот... Зачем вы этим занялись? Вообще, если начинать с самого начала... Ну, жили себе спокойно, да, росли. Папа, мама, школу закончили, что-то после школы, институт. Немножко о себе. Хорошо. Мне надо понять вообще, вот откуда берутся мастера сыроедения. Ну, я как бы не совсем, конечно, мастер сыроедения. Ничего, ничего, никогда не скромно. Кухни. Вы уже записаны в этой. Ну, вообще, все началось с того, что в 13 лет, когда мне было 13 лет, мой дедушка заболел раком. Так. Вот. И я очень сильно расстроилась, все уже, ну, как сказать, мы уже начали с ним прощаться, потому что там уже была почти третья стадия рака, но у него была лимфома. Я не совсем, конечно, разбираюсь в медицине. Вот. И через год, получается, он вылечился. То есть вообще вот никакого следа от рака не осталось. Я у него спросила, ну, Бабай, ну, это татарский. Ну, понятно, да. Как ты это сделал вообще? Ну, знаю, кто такой Бабай. И вот он мне сказал, что... Первый президент Татарстана. Он сказал, что его терапевт по химиотерапии... Да, он проходил все-таки курс химиотерапию. Да, он проходил, но перед тем, как пройти, он ему сказал, ты не проходи химиотерапию, ты просто поменяй свое питание. У тебя все будет хорошо. Он просто... У него был рак чего, извините? Ну, лимфома у него была. А, лимфа крови. Да, лимфа крови, короче говоря. Да, лимфа крови, короче говоря. То есть он ему сказал просто... И он излечился от рака крови? Да. Он отказался от химиотерапии? Он не отказался, конечно, хотя ему посоветовали отказаться. У вас хорошая наследственность? Наверное. Да. Ну, что в плане, что принятие правильных решений? А, наверное, да. Ну, 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 ты он прошел, и что? И изменил питание, да? Да, он изменил питание, получается. Он отказался от жареного, отказался от сильно вареного. То есть он ел только все на пару. И то он редко ел вареное, а в основном он ел... Вот он делал себе грецкие орехи с сухофруктами, ел овощи, фрукты. Ну, то есть... Сколько ему лет было? 63. Когда вот это вот все случилось, да? Да, то есть... Вот. Я надеюсь, он жив-здоров и сегодня сейчас? Да, он вообще такой активный. Круто, он прекрасно. Да. А сейчас сколько ему? 65. Ну, то есть тогда ему было не считать 3, ему было меньше. Ну, понятно, да. Можно считать. Это уже было давно. И просто вот когда он рассказал мне такую историю, я начала задумываться. Вот. Я поняла, что, скорее всего, есть что-то большее даже, чем просто отказ от вареного, от жареного. Вот. Потому что я смотрела на тебя в зеркало, когда болела. Ну, и вообще, когда смотрела на тебя в зеркало, я думала, что я могу быть красивей. Я могу быть здоровее. И я всегда верила в то, что должно быть что-то большее, чтобы добиться этого. То есть я принимала себя такой, какая есть, но я знала, что нет просто предела совершенства. И я вот просто, как бы, мне кажется, запустила какой-то сигнал во вселенную. И так получилось, что в колледже я встретила своего молодого человека. И мы с ним вместе, ну, начали изучать этот вопрос. Стали есть сырое мясо? Нет. Так, прям, ах, парное. Парное? Мы отказались от алкоголя, вот. Отказались от мяса сначала. Потом мы встретили, ну, староеда, который сейчас очень известный, Андрей Счастье. Вот. Мы встретили его, и он уже был более опытным в этой теме. И мы как-то начали все вместе уже развиваться, искать, общаться с людьми. К нам приезжали с разных городов. Мы работали, вот, у Андрея был свой магазин, и мы просто с ним вместе работали. Вот разные люди, вот разные мнения. Общались с людьми из института Рамон тоже. Много чего у них узнали. Вот. И все это время, пока я там работала, я собирала вот эти все знания, все мнения, истории. И постепенно я, ну, как сказать, придумала такую систему, ну, можно сказать, систему питания, что ли. Такой переходный мостик между обычным питанием и, ну, к сыроедению. Вот. То есть я начала готовить аналоги обычных блюд, чтобы людям было очень легко переходить на такое питание. Особенно тем, кто в этом... Стейк рибай, например, да? Как он выглядит вот в вашей кухне, в сыроедческой? Ну... Это что? Это сырой кусок мяса? Это... Что это такое? Вот как выглядит стейк в вашем... Вот в вашей... В вашей мастерской? Ну, конечно, пока до стейка я еще не дошла, но я умею готовить котлету. Котлетку, хорошо. Котлетка как выглядит? Ну, я готовлю котлету из размоченного грецкого ореха, перемолотого с вялеными томатами и со специями для мяса. То есть это не бананина, не говядь, это не мясо? То есть мяса вообще нет. Так вы толстовец. Илья Николаевич тоже в конце жизни перешел на рисовые котлетки? Да? Ну, у него, конечно, котлеты из риса получаются, а у меня вообще из орехов. Я их не варю, я их сушу. И когда они сушатся, они прям очень сильно становятся похожи на настоящие котлеты. А когда ешь, на что это похоже? Очень похоже на мясо. Очень похоже на мясо. Серьезно? Да, у меня был клиент, он раньше был бодибилдером, и только-только начал переходить на это питание, и когда он ел, он мне прям горел, гульнац, вообще, так похоже на мясо. Я прям вообще очень доволен. Ему было очень легко продержаться на таком питании, ну, после своего, как бы, такого питания, когда вот они, например, на наборе массы едят только мясо. Ну, слишком много мяса там. Красное мясо, да, ужасно. И вас вот, вот это вот развивается, да, вас становится больше, да? Вы можете это сказать? Ну, на середине, да. А вы какую-то пропагандистскую там, или деятельность, или выражаясь по-другому, рекламную какую-то компанию, что идите к нам, вот у нас такие котлетки. Похожие на мясо, но они из грецких орехов. Ну, грецкие орехи дороже мяса в полтора раза, но все равно у нас хорошо. Что-то такое есть? Какие-то такие активности, как сейчас принято говорить с вашей стороны? Вы себя ощущаете, как в сообщество определенное? Да, ощущаем. Да? Вербуются сторонников? Ну, как сказать, не то, чтобы вербуем. Ну, вот сейчас можете завербовать? Вот они потенциальные ваши, то ли жертвы, то ли клиенты, то ли партнеры. Ребята, пойдете на эти котлетки? Нет? Нет? Не кажется? Я могу объяснить это все подробнее, конечно, лично. Просто я могу сказать, что такое питание, вот у меня есть не только котлеты, у меня есть пицца. Нет, не обижайтесь, я не хочу к вам придираться, просто для меня забавно, я всю жизнь ем мясо, понимаете, много зараживаю, вот те же самые стыки. И когда вы мне рассказываете, мне это очень интересно, любопытно, я, может быть, даже к вам приду как-нибудь на котлетку, напрошусь. Я индивидуально подбираю питание в рамках соединения и в рамках своей кухни. Индивидуально для кого? Для каких-то конкретных людей, которые об этом просят? Да, которые об этом просят, и они просят конкретно, что им нужно. Либо они хотят, например, накачать мышцы, чтобы у них без мяса росли мышцы, либо они хотят похудеть, либо они хотят, допустим... Но это белковые какие-то препараты все равно? Нет. Вы не используете это в спортивную медицину, так называемую? Нет? Я не использую, даже не верю в углеводы, белки, жиры. Я вообще это не использую. То есть я вот чисто вот... Ну, в грецких орехах что-то содержится. И жиры, и углеводы есть. В котлете? Ну, а как? В орехах? Ну, да, да, да. Просто имею в виду я не соблюдаю вот этот набор, баланс. Не соблюдаю. И клиентам реально это помогает. Кто-то худеет, кто-то набирает массу. Гульнас, очень интересно, да. Слушайте, вы мне все-таки, на самом деле, оставьте контакты. Я вам напишу письмо, не подумайте ничего, уважаемый зал. Какие-то смешки начинают раздаваться. Мы ведем серьезный разговор о перспективном направлении в развитии здорового образа жизни. Кто-нибудь еще здесь придерживается здорового образа жизни из тех, кто сидит и слушает? Да. Скажите, пожалуйста, представьтесь тоже. И в чем заключается вот ваш? Мы поняли уже, что делает Гульнас. Это чем-то отличается от того, что делаете вы? Как себя ведете вы, точнее. Да, меня зовут Мила, мне 53 года. Так. Вот. И почти 10 месяцев я ем только фрукты. Я не ем орехи, я не ем стейки. Какие фрукты предпочитаете? Какие? Именно сезонные. Сезонные спелые фрукты, которые сейчас, на данный момент, сейчас это помидоры, сейчас это виноград, очень вкусные арбузы, сейчас это гранаты. То есть вы придерживаетесь той точки зрения, что вот в какой местности, что в сезон растет, то и надо есть, да? То есть нет смысла, например, в декабре есть помидоры, потому что у нас в декабре в естественных условиях помидоры не произрастают. Но в условиях перехода от сыроедения, от вегетарианства это можно есть. Но со временем это вот именно надо, что самое свежее кушать, наисвежайшее. И вот 10 месяцев в году, вы говорите, да, вы сидите на фруктах. Да. Именно на фруктах, без овощей? Ну, я сижу на плодах. Плоды – это когда косточка, а вокруг мякоть. Понятно. Помидоры – это тоже плод, огурец – это тоже плод. Банан – это плод? Банан – это плод. Там косточки? Есть, там косточки. Там есть косточки, да. Господи, сколько я косточек съел, даже ни разу не почувствовал. Да, они маленькие, недоразвиты, но я в Торландии сама лично собирала в джунглях бананчики. Они маленькие такие, они полностью состоят из косточек. Скажите мне, пожалуйста, вот эти 10 месяцев, сколько раз уже, сколько лет у вас вот такие вот, каждый год вы по 10 месяцев сидите и едите плоды? Зачем? Нет, я начала. А, вы только начали? Да, я начала это вот 52 года. Зачем вы это начали? Вы плохо себя почувствовали, вам стало скучно? В целях продления жизни человека. Не только жизни, но главное быть не только долго жить, но главное быть молодой. Отлично, активно, вот на что беспокоит. Мало ли, можно до 100 лет дожить в состоянии овощей. Овощей, да, меня это интересует. Того самого плода, который, правда, уже и не съешь. Важно, чтобы ты был активен, чтобы у тебя работали мозги, чтобы ты был эмоционально по-прежнему вовлечен во что-то, чтобы тебе чего-то хотелось, правда? Я с вами полностью согласна. Отлично, отлично. То есть, ваши первые 10 месяцев, они прошли или они сейчас длятся? Они длятся, нет, зачем? Это будет продолжение, продолжение следует. Это не будет останавливаться. 1 декабря в прошлом году. 1 декабря в прошлом году вы сели себе на плоды, да? То есть, в основном на фрукты, но еще и на овощи. Я повторю вопрос. Вот что-то же должно было вас подтолкнуть, понимаете? Вот я один раз бросил курить, потому что мне приснилось, что я, во сне мне приснилось, что я разжигаю какой-то сучок, да, какого-то дерева, и потом начинают... Мне стало так противно, и я бросил курить. Целых 11 месяцев не курил. Понимаете, я к чему говорю, да? Что-то же вас подтолкнуло. Что именно, если не секрет? Именно вот именно в течение всей жизни у меня именно была такая цель. Найти эликсир молодости, если хотите. И вот про вселенную... Подождите, пожалуйста, а как-то это отразилось на вашем самочувствии, состоянии? Да, да, да. Я стала более подвижной, я стала более гибкой, я стала более легкой, я стала позитивной во много-много раз. Это такая легкость, это просто не расскажешь. Это да. Я хочу порадоваться, потому что... Да, это действительно симпатично. Кроме того, что вы перешли на... Это вопрос, кстати, сказать, Гульнасы к вам. Я верну. Кроме того, что вот вы питаетесь специальным образом сейчас, да, вы готовите тоже специальным образом. Что-то еще, какие-то элементы в вас образ жизни входит вот из того, что принято относить к ЗОЖ, там. Физические нагрузки, я не знаю, там, спортивные секции какие-то. Что? Обязательно. Это в мою жизнь прочно вошла йога. Йога именно вот сейчас. Какая именно? Йог много. Именно вот такая, которая мне по душе. Я сегодня могу хаткой заниматься, могу продышаться, могу виньясону сделать, тюйпочку какую-то. Могу именно то, что именно мне в кайф, то, что мне в удовольствие. Я не буду себя надрывать. Я не буду себя мучить. Это очень правильно. Я буду стоять. Я буду держать планку столько, сколько мне надо. Каждый день это получается больше. Держите планку? Держу. Сколько? Две, три минуты? Я не смотрю. Я уже не считаю. Судя по вам, пару минут спокойно можете держать. Уже спокойно стойку на голове держу. 20 дыханий, это уже спокойно уже стоит. Гульнас, у вас? Я тоже. Я постоянно прыгаю на скакалки, бегаю, качаю мышцы. Такие легкие для себя беру упражнения, чтобы не перетруждаться. Чуть-чуть вспотел и достаточно. Ну, не совсем, по мере возможности. Китайцы говорят, что потеть нельзя. А древние греки и римляне встречали патриции друг друга вопросом, это считалось высшим проявлением уважения, как потели. Если ответ потели хорошо, значит со здоровьем все хорошо, идет правильное потоотделение, все поры работают и так далее. Насколько я понимаю, вы у нас ведь тоже приверженец ЗОЖа, да? Перед началом программы вы что-то так отреагировали. Нет, я вас... Представьтесь, пожалуйста, и немножечко о себе, что такое ЗОЖ для вас, вот в вашем исполнении? Для меня это в первую очередь здоровое отношение. Меня зовут Арсений Расческов, я из Института фундаментальной медицины и биологии, четвертый курс «Лечебное дело». Так, Армир Расскевич, понятно, да? Лечебное дело на три года. Ждем с. Ждем с, да. Хорошо, извините, да, дальше. Я не считаю себя приверженцем какой-то вот такой вот субкультуре, вроде сыра едения или фрукта едения. Я просто слежу за своим состоянием здоровья, делаю то, что вот организм попросит. Хочет спать, иду спать. Хочу есть, хочу, ну, ем. Не-не-не, утром проснулся, потрогал пульс, нет? Нет? Пульс проверяете по утрам? Пульс по утрам? Да. У меня и специальный браслет, чтобы… А-а-а. Да, я вообще считаю, что… Все под контролем. В наше время появляется очень много возможностей для того, чтобы следить за своим здоровьем. Там всякие умные часы, умные телефоны, умные кроссовки, которые делают многие вещи за нас. Сейчас вот вышли новые часа, они ЭКГ вообще снимают. Да-да-да, была презентация. Я считаю, что можно и такими вещами обзаводиться. Это Apple Watch новый, да? Да. Вот. Собственно, так… Знаете, сколько они стоят? Тысяч 80. Можно здоровье потерять запросто, только узнав цену, да? Но наиболее сильные могут потерять, зарабатывая на этот Apple Watch. Да, хорошо, дальше. Как еще слежу своим здоровьем? Стараюсь питаться полноценно, в первую очередь, а не так, чтобы… Полноценно подразумевает разнообразно, да? Разнообразно и сбалансировано, да. Как это устанавливается? Как вы устанавливаете баланс? Это что, это биохакерство уже? Нет, никакого биохакерства, просто ешь здоровое количество мяса, здоровое количество овощей, там… Когда я служил в армии, у нас считалось здоровым количеством мяса в сутки… А, нет, извините, 150 грамм рыбы был норматив. И, по-моему, 75 грамм мяса, либо свинина, либо говядина. И это считалось классным, мы должны были там 30 километров бегать с 30-килограммовой нагрузкой. Самое смешное – бегали. Сейчас это представить, конечно, невозможно. Как это за 75 грамм мяса? Да я шаг не шагну. После 75 граммов. Окей, а спорт? Конечно. Что именно? Я пытался заниматься бегом, но, если честно, бег мне не очень нравится. Я считаю, что это не очень достойный спорт. Потому что, ну, во-первых, для того, чтобы заниматься бегом, нужно очень много условий. То есть, это нужно правильное покрытие, правильная обувь, правильное время. Да-да-да, коленки надо беречь. То есть, можно так добегаться. В теплое время года я предпочитаю велосипед, например. Во-первых, для коленей это гораздо лучше. Можно нормировать нагрузку, да и интереснее, когда ты едешь куда-то далеко. Слушайте, вы очень рациональный, современный молодой человек. Я просто вам аплодирую. Спасибо. Есть еще похожие на коллегу, на Сокосика, нет? У меня есть партнер. Да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Беляла Файрат. Я шестой курс лечебное дело, Институт натальной цинобиологии. У меня вопрос... Три года. Судьба та же, да, я понял. Да-да, вопрос. У меня есть вопрос к приверженцу сыроедения, к приверженцу фруктоедения. Скажите, пожалуйста, а как вы восполняете тот запас незаменимых аминокислот, которые должны поступать в организм человека, а еще самое главное жиров, которые входят в состав гормонов? Кто вам сказал, что они незаменимые? Это я хотела тоже сказать. Что они вполне заменимые и... Кто вас научили? К шестому курсу. Что они незаменимые. И вы придерживайтесь этого. Я 10 месяцев не ем ничего. Понимаете? 10 месяцев – это не такой большой... Понимаю. У меня есть человек, Андрей Счастье, который 6 лет не ест, кроме фруктов, ничего. Вы тоже, вы слышите, в таком же самом деле. Вы тоже банди, Даня. Да-да. Скажите, пожалуйста, а как насчет жиров, жиров, жиров? Сейчас насчет жиров гульнас готова ответить. Все расскажу, вообще все расскажу. Мне тоже очень хочется ответить. Я уже пятый год на сыроедении, вот. И я переходила постепенно, плавно. Не носила организм, приучая организм к такому виду питания. И постепенно моя микрофлора и мой организм привыкал к другому виду жиров, аминокислот, белков и углеводов. То есть к другому виду. То есть не к животному, а к растительному. И я реально вот никаких вот таких вот... У меня не было слабости, у меня не было голоданий, да. Я не чувствовала чувства голода, у меня вообще не было. У меня даже росли мышцы, я качалась два раза в день вообще. Ну, пока у меня потом... Ну, пока у меня было свободное время, а потом у меня началась работа, я как бы только из-за этого перестала. А так у меня всегда были силы. И сейчас тоже есть. Я могу... У меня очень много нагрузок. Я и работаю продавцом, и готовлю на заказ. Но сил не хватает. А что продаете? Эко-товары. Эко-товары. Да, травы тоже продаю. Вот я хочу сказать, что если вот, например, готовить такие блюда, которые я готовлю, и таким образом плавно переходить на наше питание, ну, о котором мы сейчас говорим, то никакого насилия не будет. И вот этот вот недостающий запас, как бы организм будет брать из фруктов уже постепенно. Даже на фруктоедение он постепенно привыкнет брать их из фруктов. Во фруктах есть жиры? Жиров нет, но как бы он... Без них можно обойтись. Да, то есть, например, если уж так подумать, да если прям так говорить, то можно брать жиры из авокадо. Организм может вполне брать из него жиры, там много жиров. Потом я недавно прочитала, что оказывается в дыне есть кальций. Где есть? В дыне. Кальций? Да, кальций есть в дыне. Я прям, ну, я прочитала и поняла, что, в принципе, те, кто будет задавать вопрос про зубы, вот можно тоже вот ответить, что вот, ну, в дыне тоже есть кальций. А я думаю, если уж в дыне есть кальций, то, мне кажется, в остальных фруктах тоже какие-то есть такие вот вещества. В кедровых орехах, например, очень много белка. Слушайте, вы продаете эко-товары. Среди этих товаров нет случаев наборов, там, как это называется, фирмы Дэшили, что ли? Нет, 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 нет. Нет? То есть ничего такого нет? Только, да, только травы, экологически чистые продукты, допустим, полба, ну, допустим. Потому что, я думаю, мы сейчас уже будем завершать. Слушайте, это совершенно впечатляюще. Вы этот вопрос задали в связи с тем, что вы, ну, считаете, что это пусть зряшное дело? Нет. Нет? Я задал этот вопрос, потому что мне интересно, каким образом восполняется состав незаменимых организмов? Перечитаем биохимию, и там, возможно, найдем кое-какие ответы, на самом деле, если внутренние ресурсы организма, которые, в общем-то, могут... Или нет? Просто пищевая ценность разная. То есть количество биомассы, которую нужно съесть, чтобы восполнить тот или иной либо микроэлементы, либо аминокислоты. Но я хотел сказать, что, в принципе, на самом деле питание является одним из, скажем так, краеугольных камней зожи. Есть такая поговорка, человек есть то, что он ест. Да, и копает зубами себе могилу. Слушайте, у вас такие суровые поговорки. Вы начали с такой суровой поговорки, что мы все умрем от рака. Если не умрем, то мы закончили, что мы зубами купаем. Это очень актуально для разговора о долголетии. Спасибо огромное. Я извините, я прервал вас. Так вот, на самом деле, здоровое питание – это один из факторов долголетия активного здоровья. К сожалению, сейчас то, что большинство людей ест, не лезет ни в какие рамки, потому что это высококалорийные диеты, фастфуд, несбалансированность диет. И как раз продление жизни лежит и через здоровое питание. Именно поэтому и на Западе постепенно формируется представление о более здоровом питании, чуть ли не введении налога на фастфуд. И почему возникают разные течения по питанию? Из-за недовлетворенности текущим состоянием того, что общество представляет как норма. На самом деле это не норма и тут действительно нужно проводить работу. Но с другой стороны, хочу сказать, что я не являюсь приверженцем экстремальных диет. Потому что организм эволюционно человека приспособлен для того, чтобы он питался разнообразно. Если вы говорите, я вот сейчас исключу какой-то продукт целиком из своего рациона, причем параноидально буду его избегать, если вы говорите, что давайте я буду вести здоровый образ жизни, в балансе находиться с природой, с окружающей средой, нет. Вы не находитесь в балансе с окружающей средой. Организм к этому не приспособлен человек. Да, умеренность, балансированное питание это ключ к активному долголетию. А экстремальные диеты, я считаю, что они имеют потенциал навредить человеку. Особенно, когда мы говорим о детях, которым просто необходимо для развития определенные продукты. Если вы их посадите на сыроедческую диету, вы, в общем-то, испортите ребенку в дороге. И это раз, а во-вторых все надо делать. Давайте отнесемся к питанию так же, как и к медицине, к лекарствам. Для этого нужны большие исследования. Когда мы говорим, вот я ничего не ел, там и я выжил, то есть могу тоже рассказать, извините, из приемной ректора звонят. Можно я? Да, давайте пока вот переключимся. с большим уважением отношусь ко всем этим течениям. Люди, на самом деле, в моем понимании, вычерчивают себе зону комфорта, в которую стремятся. То есть они считают, что делая подобным образом выбор питания, они будут чувствовать себя лучше. И на самом деле, как мы видим на примере Милы, они действительно чувствуют себя лучше. Так почему мы им в этих рамках комфорта не находиться? То есть это борьба со стрессом, то, о чем я говорил, о том, что два фактора боли и стресса, то, с чем борется организм человека. Вот здесь они находят зону комфорта. И это очень здорово. У нас у большинства, скажем, зона комфорта находится в иных схемах питания. У кого-то, наверное, она находится в фастфуде, да, то есть, но понятно, что она не очень сильно хорошо отражается на общее состояние, на массе тела. Поэтому здесь, к сожалению, или к счастью, много вариаций, которые нужно с пониманием принимать и относиться к нему толерантно. Печально только одно, что все, что полезно, как правило, невкусно, а все, что вкусно, как правило, не полезно. Да. У меня есть вопрос к экспертам. Скажите, вот с позиции каждого, с позиции прикладной медицины, с личного опыта, с науки, сколько вы считаете биологический возраст человека, сколько может человек прожить, и прожить не сейчас, а, условно говоря, выполняя какие-то условия, с вашей позиции, с медицинской, если там накачивать его биохакинг, проверять по гормонам, или на сыроедение, какой возраст человека? Говорим о долгожительстве. Биологические возможности. Да. Вопрос к биологам, вопрос к опыту жизненному, медицинскому, который проявился. Человек может прожить до 120, 150 лет? Ну, сейчас называются такие цифры, да, 120 лет чаще всего звучит. Я думаю, что технически, да, это достижимо. Потребует, конечно, очень значительных изменений в здоровье и сберегательных технологиях, то есть правильный образ жизни, правильная медицинская помощь, плюс, конечно же, это сбалансированное питание и многие другие вещи. Например, сейчас мы упоминал, в разговоре микробиота, это совершенно новый мир, который человечество начинает познавать, как нам жить в дружбе с нашими микроорганизмами, которые живут в нас. Ведь их, в общем-то, в 10 раз больше, чем 20 миллионов, да, на поверх, в нашем организме. Ну, примерно на каждую клетку человека примерно приходится 10 микроорганизмов, которые в нас или на нас живут. То есть мы просто носители микроорганизмов, это они живут, а мы так их обслуживают. практически, да. С технической точки зрения, я думаю, 100 лет и дальше это достижимо. Вопрос становится, что человека будет двигать, чтобы он жил до такого возраста. Вот встает вопрос, ведь главное не жить, не выживать эти 120 лет, а жить полноценной жизнью. И здесь в общем-то это социальная проблема, которую человечество должно будет решить для себя. Но с точки зрения уже, скажем так, существенного продления жизни, скажем так, кто-то даже высказывает сомнение, что можно бессмертного человека сделать. Я думаю, что в биологической форме это невозможно, что скорее всего это будут уже какие-то небиологические формы дальнейшего существования человека. Но опять, пока мы в белковой форме невозможно. Ну да, это опять, это мое личное мнение, как футуристическое, что где-то до 120 это вполне достижимая планка. учитывая то развитие науки и здравоохранения, которое мы наблюдаем. И самое важное это, конечно, психологическое состояние человека, чтобы он хотел жить эти 120 лет. Вот. Это на самом деле самое важное. У меня есть, извините, я может быть перебил вас, у меня есть по этому поводу своя маленькая теория, что вот когда человек начинает умирать, с моей точки зрения человек начинает умирать или вот триггер, для умирания в человеке срабатывает тогда, когда он вдруг однажды просыпается и понимает, что ему ничего не хочется. Либо он уже достиг всех своих целей, которые формулировал, либо он просто эти цели потерял. То есть это вот то, о чем сейчас Альберт Анатольевич собственно говоря и сказал. если мы продлим возможности жить до 120 человек, задача состоит в том, чем человека заинтересовать, его что-то должно двигать. Правда ведь? Да? Абсолютно. Потому что если сейчас, например, человек оказывается в доме престарелых, я не думаю, что он захочет еще прожить до 120 лет. то есть я да немного добавлю, как говорит Анатольевич, есть такая теломерная теория продолжительственной жизни или старения. существует теория, что на конце, на конечных частях хромосом существует некий запас теломеров, который при каждом делении клетки расходуется. И, в общем-то, исходя из этой теории, нужно затормаживать свои обменные процессы и свою активность. Тем самым можно продлить соответствующее продолжительство жизни. Интересная теория, но вот опять же то, о чем говорил Ирия Пракович, это говорит о том, что качество жизни должно измениться у человека. То есть он, чувствуя в комфорте все-таки чего-то, хотя он должен продолжать жизнь. Можно затормозиться так, что не кушать и не пить и проживешь 120 лет. А вот надо ли это? Это основной вопрос. Ключевой вопрос. Долголетие, возможно, хорошо, но вот правильно замечено у нас финальное сейчас идут уже замечания, мы потихонечку уходим из эфира. Надо ли это вообще? Насколько? университеты идут исследования по прекращению замедления старения в этой сфере научной разработки есть? Непосредственно связанные с геронтологией я бы сказал, что нет. Но, например, идут активные исследования в области микробиоты, то есть тех микроорганизмов, с которыми мы живем, в области эпигенетики это еще один фактор. Наша ДНК в процессе жизни приобретают определенные модификации, которые так же как укорячивание теломер может сказываться на продолжительности жизни. То есть задачи по активному долголетию пока мы не решаем. У нас есть масса других более насущих проблем, которые мы хотим решить. решая их, мы, естественно, продвигаемся и в конкретной области продления жизни человека, устраняя факторы. Рустам, ты будешь 150 лет, я тебе гарантирую. Таблетку дайте ему. Но, если только это будет таблетка санистого калия перед тем, как ты будешь оцифрован, то да. Теперь вы понимаете, кто предложил тему долголетия в нашей сегодняшней дискуссионной площадке. я вынужден принести свои извинения, мы немножечко уже перебираем эфирное время, работаем довольно долго, но гульнас поднимал руку, и я не могу на финише не дать даме слово. Что-то вы тоже хотели сказать по поводу того, надо ли жить до 120 лет? Да, да, я хотела сказать, что наоборот, можно, например, делать, как сказать, фокус на воплощение мечты, на какие-то действия, на эмоции, на отношения, на психологию, да, между людьми, на изучение психологии, и не делать прямо такой большой фокус на наслаждение своего языка, скажем так. Ну, можно спокойно реально вот как-то вот дойти какое-то питание, которое, в принципе, обеспечивает твою жизнь, тебе не вердит, и даже помогает тебе, наоборот, чувствовать себя бодрее, скажем так, да, и успокоиться на этом, не наслаждать свой язык, не заниматься только этим, и делать более такой фокус на самой жизни, на отношениях именно. Спасибо, Гульнас, я бы просто расширил понятие питания в данном случае, питание для удовлетворения потребностей физиологических организмов, питание для ума, питание для души, для того, чтобы ментальность наша развивалась, чтобы действительно, вопрос ведь, по большому счету, не в количестве календарных лет, которые человек проживает, во всяком случае, я так думаю, а в том, как он их проживает, с какими интересами, с какими потребностями, с какими надеждами, он, он, никто в этой жизни не приносящий никому никакой пользы и никому неинтересный, или он прямая противоположность такому типажу, вот это, мне кажется, гораздо более важно, но это немножко другая тема, хотя продолжение, наверное, сегодняшнего нашего разговора, который в основном был посвящен началу, по крайней мере, медико-биологическим проблемам, практическому здравоохранению, но видите, в результате мы все равно пришли, и, кстати, эти нотки у уважаемых экспертов так или иначе звучали, что есть этическая составляющая во всех процессах, есть моральная составляющая во всех процессах, и это не менее важно, чем способность сделать так, чтобы эти теломеры несчастные не укорачивались в результате деления клеток. Спасибо всем огромное за внимание, за вам, уважаемые эксперты, за участие, я для телезрителей хочу только напомнить, что сегодня у нас в студии приверженцев здорового образа жизни, а если конкретнее еще здорового питания Гульнас Эльдарова представляла, а экспертами от Казанского федерального университета участвовавшими в дискуссии были главный врач университетской клиники Казань, кандидат медицинских наук Альмир Рашидович Абашев и профессор, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института фундаментальной медицины и биологии Альберт Анатольевич Резванов Спасибо вам еще раз Спасибо вам большое за аплодисменты за аплодисменты и уважаемые телезрители до новых встреч в дискуссионном клубе университетского телевидения До свидания Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова